Может ли хобби одного человека превратиться в районный праздник? В четвертый раз в буферном парке прошел фестиваль воздушных змеев. Изначально парад воздушных змеев задумывался как подарок Пушкину одним из его жителей, участникам петербургского клуба кайтеров. Первые запуски состоялись четыре года назад. За это время фестиваль обрел множество новых друзей, постоянных участников и стал традиционным для Пушкина. В этот раз воздушный парад объединил почти два десятка спортсменов из Петербурга и Москвы. Правда, то, что могут увидеть царскосельцы, только красивая картинка, отмечают организаторы. Смысл спортивного кайтинга, которым стараются заинтересовать на фестивале, в другом. Вообще спортивные змеи – это довольно развитый вид спорта. На запусках спортивных змеев двустропных, четырехстропных, показ балета, показ трюков. Это проводятся ежегодные турниры в чемпионате Европы, чемпионате мира. Чемпионат мира проводится раз в два года в городе Берг на фестивале. Кстати, большую часть представленных на фестивале фигур кайты решили самостоятельно. По их словам, создать простого воздушного змея можно за пять минут, используя лишь скотч, пленку и бамбуковые палочки. На создание сложных конструкций могут уйти годы. К сожалению, в России клубов, где всех желающих могли бы научить мастерски обращаться со змеями, совсем немного. Самый известный – петербургский СПБ «Кайтс» и московский «Про-Кайтс», которые стали главными участниками фестиваля.